здравствуйте дорогие друзья с вами светлана филатова рада приветствовать вас на моем канале сегодня вас ждет очередной разбор вы знаете разбор маргин маргинштерна я задумала еще вчера когда увидела что 9 дней назад вышло интервью и решила его разобрать в контексте отношений с деларой и лизой но сегодня такой сюрприз неожиданный у ксении собчак вышло еще одно интервью с маргинштерном и это можно сказать что для нас большая удача наш разбор мы разнообразим еще и разбором у ксении собчак сегодня в нашем разборе будет пять манипуляций акси от ксении собчак 8 манипуляций от маргинштерна то есть он все-таки старался и интервью получилось очень интересное у ксении ну вообще не удивительно у ксении всегда интервью максимально интересные выясним какое отношение у маргинштерна к мизулиной например ну а также заодно разберемся что у него было с деларой и что с лизой да ну и много-много всего интересного мы с вами сегодня выясним итак давайте я включаю первый фрагмент не будем затягивать и начнем с манипуляций ксении собчак она конечно же очень сильно давила на эту манипуляцию ссылаясь на авторитет то есть законы страны которые конечно же наш герой вряд ли знает а ксения конечно же этим бравировала и так давайте смотреть 313 статья у као и гласит что нахождение в состоянии опьянения или распитие алкоголя в общественных местах запрещено наказание до 6 месяцев тюрьмы или штраф 2000 дирхамов это около 50 тысяч рублей то есть смотрите как его тело реагирует он отклоняется и действительно его это пугает это это понятно потому что он не по не по этой теме ему это не интересно у него другие приоритеты понятно непристойное поведение по взаимному согласию это тюрьма сроком непристойное поведение публичное непристойное поведение если вы не в браке даже по взаимному согласию наказывается на срок от года вот как у тебя с этим воздерживаетесь ли вы с лизой получается или как у меня есть для тебя сенсация давай я готов тебе подарить обещает что примешь с благодарностью иди ко мне белый хлебушек обещает что примешь с благодарностью и не будешь меня ебать мы с лизой расстались но здесь честно говоря я ему не совсем верю если даже расстались то это видимо какой-то обоюдный сговор но тем ни менее вы знаете это лишь вопрос времени в конце нашего разбора я вам покажу их совместимость также совместимость с деларой и также что он говорит и в общем мы с вами разберемся в этих отношениях но давайте послушаем мы сейчас наблюдаем за манипуляциями нашего героя и видим что здесь мало эмоций сжался либо он здесь врет либо он настолько еще не осознал этого ну то того что он с ней расстался что пока еще не знает как реагировать на эту информацию но на данный момент он скажем так в растерянности в момент когда об этом говорит и тут как бы два варианта и будем наблюдать за этими событиями и итог мы с вами выясним в конце нашего разбора смотрите здесь ксения конечно же подыгрывает удивление слишком долго затянулась прям отворачивается поджимает подбородок она либо знала либо это они специально вообще в принципе все нам сейчас сообщают для того чтобы было была какая-то тема для наших с вами обсуждений поэтому не развешиваем уши эту информацию еще делим надвое да то есть в данном случае оба участника то есть ты должен понимать что есть честно говоря я им не верю дальше ксения дальше продолжает его заваливать той темой в которой он точно ничего не не разбирается ну и ксения выбрала правильную стратегию что могу сказать и не признают что употребление наркотиков это болезнь и зависимость и не отправят тебя тогда на капельницы на лечение то четыре года тюрьмы и добрый вечер поэтому вот важно понять как с наркотиками алишер в моей жизни их ну конечно же он нам не скажет когда давно и вполне возможно что не так давно но здесь блин хочешь спросить меня когда ты последний раз долбил так а как он вот сейчас я эту манипуляцию увидела но не отметила на самом деле получается не 8 а 9 манипуляции от моргенштерна и вот в данном случае он просто переспрашивает для чего для того чтобы оттянуть время для того чтобы придумать нормальный ответ да так что это способ оттянуть время переспрашивание вопроса ну может быть им считать знаешь могу позволить себе покурить там где-то легально это максимум локтем оттолкнул отклонился на территории этой страны ни за что еще в этой стране есть статья про гомосексуализм но тут я так понимаю что ты в порядке так сказать давно в завязке поэтому тут тебе ничего не грозит у тебя интересный момент ксения игра в откровенность когда тебя в лоб спрашивают и ты не хочешь ссориться то конечно же очень хорошо ответить честно но при этом как-то вот и да вот сказать и обсиралово извиняюсь за французский да и сказать что-то хорошее и уже человек сам выберет что ему ближе что ему приятнее поэтому здесь очень такая интересная уловка которую можно использовать да когда вас спрашивают о чем-то но сказать хорошего ничего все равно найдите что-то хорошее да и скажите правду правду а потом хорошая или наоборот это уже не важно важно что все-таки вы немножечко сделаете более тактично ты считаешь ты фрик или хуета но здесь он сам на самом деле перед этим поставил себя в эти рамки он просто то что сказал ксения перефразировала но он сам себя загнал в эти рамки да вот получается два этих слова на выбор и ксения за них зацепилась но это не что иное как ограничение выбора вот она просто эту манипуляцию получается с его подачи но сделала знаешь когда как смотрите как он челюстью повел он понял что сам себя посадил в лужу надо то есть получается ограничение выбора это тоже манипуляция чуть ты много пьешь ты на каких-то что смотрите а здесь ксения садится нас на своего конька что называется и делает оценку действий собеседника то есть встает в позицию взрослого она это часто делается со многими своими гостями но давайте здесь пронаблюдаем как она пытается здесь взять роль взрослого они вот эту роль взрослого перетягивали друг у друга все это интервью вообще захватывающие видео я вам очень рекомендую его посмотреть потому что это просто очередной шедевр от ксении нет просто чуть-чуть волнуюсь конечно хорошо бодрячком держишься отлично молодежь его видите при этом ладонью она его как бы гасит немножко да то есть я тебе даю конечно плюшку ты заработал но все равно знай кто здесь главный вот этим жестом она дает это понять давайте следующий фрагмент теперь по манипуляциям моргенштерна пройдемся очень интересно и ну ксению там мы каждую неделю смотрим а вот моргенштерна давненько не смотрели последние интересное интервью было два года назад у ксении да ну и с тех пор конечно много воды утекло давайте смотреть ты прям как блиновская на эти в лицу то есть первая манипуляция которая ему максимально подходит это хамство но вы знаете мальчик уже вырастает и же из этих штанишек и конечно же на нарабатывает себе на много манипуляций хотят что значит нарабатывает он давно их умел я же его уже неоднократно разбирала там всегда были манипуляции мы смотрим дальше к знаешь я сегодня просто хочу в тебе увидеть женщину можно я понюхаю можешь даже про среди как красиво сейчас войдет в ее личное пространство и максимально создаст ей дискомфорт вот в этом это специально вот знаете ему не надо было не нюхать его ничего ее ничего делать ему просто нужно было максимально сделать ей дискомфортно чтобы она она сбавила темп чтобы ее вопросы были на менее колкими но он конечно же просчитался она воробей стреляны и она ему подыгрывала хотя расчет у него ну честно говоря не оправдался но красиво было давайте смотреть перец мои уши я их специально почистила я освободил свое сердце для тебя у тебя вот у тебя была такая влюбленность было это было в детстве перебрасывание вопроса собеседнику тоже интересная уловка то есть он пришел сам отвечать на вопросы но перебрасывая он дает себе время немножко отдохнуть да и перебрасывает ответственность на собеседника кроме того берет функции родителя да как я уже и говорила вот эта функция родителя она как одеяло знаете перетягивалась все это время было очень интересно типа школьная но в детстве в молодость давай назовем это так давай закончим все таки с арабскими эмиратами и наркотиками ты должен понимать я так прыг в одном предсмотрите пересаживается бурно реагирует и здесь берет роль родителя давно ксения села в лужу но как она могла это произнести да и он возвышается и дает оценку к действиям ксении положение признать малыш давай закончим со старыми смотрите вот это вот такая уловочка от ксении еще один значит еще одна манипуляция почему-то я ее назвала 4 она 5 манипуляция от ксении а диминутивы что это такое это уменьшительно ласкательная форма выражение ласки или уничижение то есть вот как знаете добавление суффикса там не знаю мо маленький да вот ты мой лапочка да вот вот это вот все вот это вот няшное вот это все она конечно с одной стороны выражает симпатию до симпатию но с другой стороны это очень сильно унижает потому что если к нам так обращаются знать предполагают что мы ребенок соответственно тот кто обращается он берет опять на себя роль родителя но здесь давайте смотреть и смотрите она еще добавляет к этому всему вот это свою коронную ладонь и так этим понятно давайте перейдем и я тебе не малыш на хуй ну зал явно его собран его друзьями поэтому такая такая поддержка зала но с другой стороны в общем-то верно смотрите она так красиво зашла на ее на его территорию и он красиво ее со своей территории прилюдно и с унижением получается он ее выпихнул да и в данном случае просто перетягивание каната и вот это вот слишком откровенная вот эта родительская позиция когда еще и с унижением собеседника его ну как бы за дело либо он решил что надо на это отреагировать но имейте ввиду что если с вами начинают общаться и вот эти уменьшительные суффиксы добавляют а знайте что вами либо манипулируют либо вас увидели совсем такое вот дитя которая ну вообще не может ничего за себя решать и делайте соответствующие выводы если это входит ваши планы подыгрывайте не входит значит вот так же но также наверное не получится но как-то осаживайте собеседника потому что это путь в то что человек может навсегда занять вот эту родительскую позицию и всегда с вами так обращаться поэтому контролируйте этот вопрос ксения общайтесь со мной на равных тогда можно было сегодня нет хорошо по имени отчеству как хочешь можно так сейчас ты видимо не понимаю это твои ухо видимо не понимаешь тихо не надо длина секундочку секундочку я мысли потеряют смотрите какое назидательное объяснение причем перед этим закрыв глаза то есть показал испанский стыд он он вот кстати вот по поводу испанского стыда я вам покажу там в отношениях с его девушками там бы были такие эмоции надо поэтому интересные жесты и здесь он конечно же попытался показать ну что ты ксения ничего не понимаешь ну как мне стыдно когда ты такая глупая да но имей ввиду ты глупая но я тебе все таки объясню я же родители я же здесь главный да видимо не понимаешь что такой музыкальный лейбл там это человек вот это вот улыбка неловкость когда улыбка вниз она такая знаете смежная между презрением и страхом и они вот знаете на стыке презрение и страха получается вот эта эмоция когда вот так вот губы идут вниз что это такое страх это автоматически вот вот это напрягается да а когда это вот почему я это к презрению отнесла потому что но изначально наши предки для них самое страшное было быть изгнанным из стаи поэтому у нас вот в нас сидит вот это чувство неловкости когда мы выбиваемся из общей какой-то массы социума да и делаем что-то необычное да что может привести к тому что мы будем ну что называется изгнанный из этого социума до что то есть мы покажем свою неконкурентно способность или неправильность нахождения в этом социуме да и нас отсюда выгонят поэтому тоже возникает опять это вот корень страх да вот опять губы вот сюда тянутся но и как раз они тянутся когда ты понимаешь что либо ты либо человек о котором ты говоришь он не дотягивает до того чтобы быть вот с тобой на одном уровне до или с кем-то на одном уровне то есть это сравнительная такая эмоция да и выражает она страх за себя или за того человека который заслужил эту эмоцию да то есть получается ну вот как бы претендент на то чтобы его выгнали да вот из этого места надо так что внимательно это наблюдать там будет еще раз вот эта эмоция я поэтому так объясняю который профессионально общается с людьми и этот человек поэтому и барбершоп и так качают и открываются в разных уголках мира на секунду в нью-йорке тоже есть потому что он умеет общаться с людьми и лейбл в лейбле он занимает место человека который общается с людьми если у него получилось его барбершоп и открыть не только в ростове-на-дону а еще в дубае и в нью-йорке нахуй значит этот человек умеет общаться с людьми ну то есть тирада еще одна манипуляция надеюсь что вы все манипуляции отследили не хочу заострять сейчас на этом внимание потому что дальше у нас как сказки чем дальше тем интереснее а теперь некоторые отношения к некоторым людям давайте посмотрим и здесь мы увидим как раз ту эмоцию которую я так тщательно вам объяснила только что ты же готовилась ты знаешь тогда не сюда да сам ты не скажешь да ну слушай я же и на агент я вообще именами других людей кидаться не очень но но дешер как то это съебаться до мышей но получать у гос ой подождите это немножко другое про ту эмоцию будем дальше а здесь вот его стрессовое состояние я отследила там где он испытывал стресс он отсаживался извините я немножко перепутала ролики просто мы еще не дошли до туда что это государство нам заплатила ковидную господдержку я получал деньги от государства получается 12 и 15 тысяч рублей и где они нахуй он действительно там оксфорд закончил что ты еще блять делал и здесь просто видишь здесь битва говна и мочи в чем вопрос не подожди секундочку я просто спрашиваю ты так сразу начинаешь кипятиться потому что ну это талантливо не неприятно когда ты оскорбляешь моих пацанов я вообще никого не скажу ребята я никого не оскорбила нет и давайте сразу до отсаживается и но я думаю в этом фрагменте вы увидели его отсаживание а теперь вот на самом интересном как раз о чем я говорила как он к некоторым людям относятся и вот ту эмоцию которую я объяснила сейчас вы увидите давайте посмотрим про подкаст поперечный сатир вы там среди прочего обсуждали мизулину как мне добраться на тебя как мне связаться с тобой кати и ты там можно сказать признался что хотел бы заняться сексом с мизулина он воду берет в те моменты когда начинает смущаться да и и отсаживаться мне кажется это прямо пиздец как интересно давай поговорим об этом конечно слушай я так скажу катенька девушка привлекательны но вот эта эмоция которая только что привлекательно удивление вот здесь он действительно удивляется голова к плечу не знаю поджимает подбородок но в общем я им ой елки-палки я прошу прощения я все перегородила давайте заново этот фрагмент посмотрим потому что вот где-то отсюда заняться сексом с мизулиной мне кажется это прямо пиздец как интересно давай поговорим об этом давай поговорим об этом конечно я так скажу катенька девушка привлекательны еще раз посмотрите на эту эмоцию привлекательно удивление голова к плечу не знаю поджимает подбородок и еще раз поджимает подбородок отвращение поджимает губы но в общем понятно насколько привлекательная но оставим это за скобками посмотрим посмотрим как будут развиваться события если что это будет довольно забавная история учитывая то как он к ней сейчас относится я не знаю для чего он это говорит может быть для хайпа для какого-то или я не знаю в общем но в любом случае он так хорошо к ней не относится как хотелось бы чтобы мы все поверили а теперь так тут еще один интересный момент хочу вам показать и дальше перейдем к отношениям с его девушками есть же такая тема что даже будучи инагентом какие-то люди находятся в россии я тебе но ксения при этом отклоняется и у нее на лице страх конечно же мы верим что это действительно она говорит так как думает объясню почему я боюсь возвращаться недавно у меня знакомый летал и этот знакомый знаешь он он как ребеночек безобидный такой знаешь тик токи снимает пляж учет у меня нет вот он этот знакомый даня милохин он был в зале ну вообще конечно здорово собрал всех моргенштерн держится держит лицо жвачка помогает кстати очень такая интересная уловка и часто ее используют люди для того чтобы показать невозмутимость до эмоциональную невозмутимость берешь и отвлекаешься на то что жуешь жвачку у тебя челюсть как бы ходит сама собой да она занята делом но на самом деле демонстрирует невозмутимость то есть в любой момент я вам дам сдачи в любой момент я готов драться у меня через тренируется всегда то есть вот таким вот посылом человек показывает свою ну такую свои бойцовские качества что ли да и вот здесь конечно камера поймала даню очень возмужавшего мы его недавно разбирали на канале если интересно заходите захотел вернуться домой вернулся что произошло тут говорят да не милохин приехал вот мне только вопрос он же призывного возраста срочно призвать и на службу эту тварь да конечно очень неприятная ситуация получилось но в общем вот так вот значит дальше теперь давайте разберемся все таки что же там было вот он когда вообще изначально то интервью которое я хотела разобрать он там много рассказывать о своих новых отношениях о том как он ошибся с деларой и прочее прочее ну давайте все таки разберемся на самом деле как он относится к одной и к другой своей девушке до или к женщине как как вам приятнее их называть но назначь первое это делара и вот их совместная съемка давайте посмотрим как он себя ведет сам в совместных съемках с этими двумя людьми и сделаем определенные выводы видите вот этот жест он ну как бы немножко в шутку до сделан но этот жест показывает что он в данном случае мужчина да он имеет полное право в любом месте в любое время трогать свою женщину то есть это моя женщина это как знаете вожак стаи повесил там на одну женщину бусы и это значит что это моя женщина больше никто ее не трогать и вот так же точно он сейчас нам продемонстрировал моя женщина и это происходит когда человек ну действительно там относится как к собственности ревнует и ну как бы это главный можно сказать ну один из главных мотивов того что они вместе то есть он ее не хочет никуда отпускать он хочет ее чтоб она была всегда рядом то есть никакой самостоятельности с ее стороны никакого взросления это моя игрушка да вот вот таким образом он демонстрирует он продолжает держать руку на лице и демонстрирует челюсть обратите внимание как видите вот как дурачок да как бы но при этом очень демонстративно то есть смотрите мое я могу трогать как хочу могу грубо могу мягко это мое да то есть вот это вот его показательное вот это вот все говорит о том что он к ней относится как собственник да это моя женщина я ее мужчина и так далее самое главное ему интересно это делать то есть он ну как бы мы демонстрируем тоже то чем мы гордимся да и вот в данном случае он еще и гордится тем что это моя женщина мне много средств кстати от клиник есть вот этого тональника нету видите он торопится ему скучно конечно эта тема вообще про косметику это такая ну для мальчика непонятная тема и поэтому ему конечно же скучно и он понимает что он здесь как свадебный генерал его пригласили чисто для рейтинга да и поэтому он торопится быстрее это все завершите и и уйти отсюда будет значит заверните на мы получались нет не бесим друг друга но пиржу жиры гайда ночью я же мужик она ему подыгрывает кстати обратили внимание у нее вот это вот улыбочка послушной девочки ограничитель его с обеих сторон это говорит о том что она умеет подстраиваться до подстраиваться под ситуацию она всегда старается подстраиваться потому что ну она знаете как отличница такая знает что если она будет хорошо себя вести то она получит за это награду и вот такая вот послушная девочка как бы подыгрывает ему но с другой стороны там у нее тоже еще те черти водятся но при этом роль у него такой послушной девочки как бы и и все такое он как бы склоняется перед ней но он не переходит границ нет он конечно трогает ее везде все но смотрите он склоняется и как бы показывает я же тебя уважаю да я же отнесись к этому как шутки да я это не наезд на тебя да то есть вот то что я даже захожу в твои границы и кстати кстати с ксении он тоже по моему сгорбился когда к ней подошел да то есть он всегда нарушая чьи-то границы да если он ценит общение с человеком он все-таки чувствует себя довольно неловко это понятно любому человеку будет неловко от того что он нарушает чужие границы и вот в данном случае то что он горбится он как бы еще дополнительно дает вот такой посыл уважения к своей собеседнице говорит ну ты как бы всерьез не воспринимая же шут гороховый да то есть не думай что я там на тебя как-то наехал или дело делаю тебе больно ну и так далее подожди у нас же есть пример как минут он чувствует себя не в своей тарелке да он не разбирается в косметике и ну здесь конечно же отвлекается на то что смотри вот здесь почитать и прочее или весит что нет на самом деле такого я бы не сказал что месяц да сейчас он скажет она спросила что тебя во мне бесит и он как бы вот закрыл рот рук не скажет он хотя кое-что скажет знаете что она сделала с моей цепью янг хэфнера она и переплавила в большой каблук я и с тех пор не надевал не но я на самом деле не знаю числе ничего можно прочитать да не ничего не бесит видите боится сказать что то что раздражает хотя наверняка раздражает но видите ну как бы вот вот здесь в этой паре я вижу что больше конечно же он увлечен и она позволяет то есть здесь она королева она как бы вот да она подыгрывает да она послушная девочка да она ведет себя так как надо но обожание она все-таки притягивает к себе и этому объяснение вы удивитесь наталь в этом космограммах этих людей я вам сейчас покажу что это значит это вы можете у себя посмотреть по своим натальным картам и кстати можете это сделать сами потому что я запустила новый курс за 990 рублей вот эту астрологию по натальной карте вы сможете выучить сами там за три часа буквально за один вечер я вот самые главные такие вещи говорю простой ладно не буду сейчас отвлекаться давайте смотреть значит смотрите отсаживается поджимает губы сжимается то есть он нам не скажет да то есть то что его раздражает он нам говорить не будет да мы это уже поняли теперь давайте посмотрим чтоб далеко у нас вот память не пока свежая да посмотрим как он ведет себя уже теперь с лизой вот тоже совместное шоу даже сидят примерно одинаково да давайте смотреть теперь на эту пару как тебе дубой как тело видите она на своей волне абсолютно и ну как бы они не на одной волне у него мозги впереди планеты все я вам покажу кстати почему она вообще в другой плане с другой планеты да и вот она перетягивает на эмоции на то что я растерялась на то что спаси меня вот это беззащитность беспомощность а ему это не подходит понимаете как бы он совершенно другой психотип до один на один может быть она его и сглаживает но вот вот таким образом но как бы он уже видит в ней какие-то недостатки эти мы сейчас это все разберем я смущаюсь от и он тоже смущается но он пытается как бы здесь еще знаете вот по съемкам довольно интересный момент а когда ну ты происходят съемки а тогда очень важно чтобы все были более менее опытный в этом а потому что если кто-то там забыл слова или свою реплику или что-то сказать не может там собраться до 2 должен его поддерживать ну там а если там группа лиц то они как-то вот перехватывают инициативу если кому-то нечего сказать кто-то другой говорит если кто-то хочет высказаться то есть вот это как это работа сразу всей команды вот кто в камере да кто вот снимается и здесь получается что напарник у маргенштерна вообще какой-то вот по сравнению с ним очень медленный вот я же не хочу здесь никаких плохих слов употреблять да ну то есть получается очень тяжело с ней сниматься когда она просто берет и и молчит сначала долго а потом я боюсь я я стесняюсь да безусловно это ну вот у всех у нас страх съемок да у всех у нас этот страх потому что мы все боимся быть осмеянными и это это самый большой страх кстати он даже страшнее смерти но вот с такими людьми сниматься это просто такой ужас такой трэш что вот он в этот момент я чувствую что очень сильно усомнился в том что им по пути потому что ну как бы либо либо просто человек для жизни да вот не не сниматься вместе ну пришел дома с ней комфортно но вот в социум конечно же тут но как-то не не очень они здесь ну то есть ритмики нет с деларой было вот это взаимодействие он что-то накосячит она как-то отреагирует вот это вот вместе симбиоз да а здесь этого вместе я не вижу но немножко да слегка да я понимаю что они влюблены они вот все вот как выключаются мозги в этот момент это понятно но там же тоже они были влюблены понимаете волнительный момент как думаешь плохо что настолько самовлюбленный нарцисс мне кажется пиздец смотрите и здесь вот она делает очень фатальную ошибку которую девочки я конечно понимаю что мы хотим поддержать наших мужчин и все такое но здесь вот прям если бы она обладала правом голоса по-настоящему она бы здесь сказала ну да в принципе есть немного да ну но допустим ну как-то более аргументированно сказала и не все прощающе а здесь вот прям прозвучал монолог мамочки которая любит свою детятка при любых обстоятельствах давайте послушаем но смотрите то есть еще и не верит в то что говорит она нахмурилась голова к плечу не знаю кивок да но говорит не то что думает я очень себя люблю я могу смотреть зеркало минут десять нашу так это же просто любить себя на типа самовлюбленные любить себя не одно и тоже я думаю тогда ты не встречала жестко самовлюбленных людей на диване другие они перед и она говорит и челюсть держит низко она не водит челюстью то есть она изначально из позиции жертвы с ним общается кроме того она больше смотрит на него нежели он на нее она после каждой фразы сверяется с его реакцией он тоже потому что он все-таки заинтересован в ней но у него вот динамики больше то есть она на этой волне она полностью как бы прицепилась к нему энергетические пытается вот за счет него чтоб они вместе ну как бы доснимались возможно у нее просто мало опыта в съемках и поэтому вот такая реакция это понятно но я что могу сказать надо тренироваться в этом если уже попала ну вот в эту обойму что называется мне кажется теперь ее ник покое не оставят и сниматься придется очень много поэтому на лизе надо тренироваться в этой обойму как и не смотрят на себя на себя они не слышат никого и ничего вокруг у них только есть на уме они смотреть на себя в зеркало долго и думать любую тебя это нормально скажу так если ты кайфуешь от себя в этом нет ничего это только ухуена здесь хотя бы она нашла какие-то аргументы для того чтобы его все таки просто поддержать и вообще полностью вот я вижу что и цель ее в данном союзе да вот полностью его поддерживать эмоционально просто выкладываться открываться хвалить но в общем вот такая вот материнская позиция вот что я вижу в их отношениях я считаю так вот миссии здесь много что ладошки потеют да ну а здесь она конечно же сделала ну вот что-то даже для него неуместное и уж уж он то но вот представляете получается что она терялась терялась перед камерой а сейчас вот такое вот выдала я не знаю почему это не вырезали но возможно для каких-то целей ну возможно для такой реакции которую я сейчас испытываю да но смотрите даже у него вот такая реакция это конечно удивительно смотрите наблюдаем да следующий вопрос видите сначала отводит взгляд ему стыдно поджимает подбородок она впервые подняла челюсть у нее счастье она думает что она встала на его волну то есть требовалось просто чтобы она быстрее мыслила и реагировала да она вот так вот отреагировала но нестандартно очень и она думает что сейчас будет с его стороны поддержка а она видит что неловкости мы видим как она разочаровывается потом да то есть он закрывает глаза это мы видели как он с ксении показывал этот испанский стыд ой так хочу это я перелистала что ли сейчас секундочку вот видите она смотрит да а он не он боится смотреть на нее то есть вот до такой степени конечно ему неловко но и соответственно что я могу сделать вывод все-таки немножечко ну что во первых она ему в рот смотрит вот прям полностью личного мнения у нет личного соответственно характера тоже нет в этой паре она да безусловно бывают пары где и вообще в основном так всегда кто-то больше любит кто-то меньше и позволяет себя любить и в первом случае любили больше дела руда в этом случае любят больше моргенштерна это понятно да а но вот настолько она прям вот эту зависимую свою беспомощную позицию показывает ему как человеку ну такому очень стремительному и у которого мозги работают намного быстрее ему конечно же с ней скучно станет скоро но но сейчас я не знаю на каком этапе вот он сейчас объявил о том что они расстались я честно говоря не склонна этому верить потому что он как-то это слишком сказал без эмоций я там не увидела тех эмоций которые бывают когда человек понимает что расстались и понимает что все плохо вот этого там нету поэтому либо его уже так достала что они расстались и он как-то так хотя нет он сказал что-то хорошее надо поэтому нет я думаю они не расстались просто он сейчас для того чтобы опять взлететь он как бы где делает так чтобы быть интересным максимальному количеству своих поклонников любит она его безусловно как мать то есть это ну не совсем тот формат который подходит хотя многие люди вот и так живут в общем то хотя с другой стороны ему такой формат не подходит я-то его посмотрела этот натальную карту все хочу сказать но не натальную мы сейчас к этому перейдем разный способ мышления у них ему скучно ему нужен адреналин он как бы и я даже объясню почему он ну вот получается с ней у него у него отношения потому что ему нужно было до получить какой какой-то вариант любви который недополучил видимо от матери вот поэтому ну вот что поделать ну я я не ставлю на эту пару очень много в любом случае расстались они или не расстались но тут он сейчас обесценивает максима вот в предыдущем интервью обесценивал дела руда но я ему совершенно не верила потому что там просто разный формат отношений понимаете и он думает что вот каждый раз мы мы всегда мы все попадаем в эту ловушку когда мы входим в отношения мы думаем о вот это мой идеал на начальном этапе пока гормоны и все такое а потом когда это все проходит мы думаем боже мой что это было вот поэтому он сейчас в этих отношениях конечно же он их романтизирует но все-таки это я думаю что они не подходят на не друг другу особо ну давайте дальше по поводу делара он еще там проговорился в том самом интервью которое я и собиралась рассматривать вот давайте посмотрим то есть вы расстались не друзьями нет не друзьями не друзьями смотрите вина отклоняется облизывает губы тот самый момент когда вот вы настолько оборвали концы что где-то с увидитесь даже не подойдете другу нет почему но поджимает губы ходить не буду но поздоровалась да тогда хочу узнать вот момент твоя цитата делара моя девочка так трони и ты умрешь что сейчас ну как видишь бустер а вот смотрите как его задевает как его задевает то что делара видимо сейчас с этим самым бустером до пауза большой палец к челюсти провел то есть полюбуйтесь у меня есть вообще яма я могу могу драться но указательным пальцем карту он запрещает себе и говорить что-то лишнее и позволять себе что-то лишнее мы помним рот это наши хотелки печаль я вижу и засмеялся засмеялся естественно от стресса видите вот давайте покрупнее рассмотрим как он реагирует до пауза через низко потом продемонстрировал таки челюсть да а почему он ее продемонстрировал потому что он показывает что ему это не безразлично бессознательно ему это не безразлично и он бы хотел хотел и сказать и и подраться но был ну я меда сейчас ты думаешь точно так же нет просто не мой человек и я думаю не ее человек видите как он а не мой человек общими фразами да и сколько я приносил горя ты сам был несчастлив но я был готов это все терпеть ради того чтобы меня чтобы меня почесали и погладили после трудного дня можно ли сказать что на момент ваших отношений ты был еще достаточно невзрослым человек пиздец вот она при этом же тоже человек так скажем еще недостаточно повзрослевший я думаю мы оба не знали что мы хотим от этих отношений вот он манипулятор он всегда косит под дурачка и такого знаете откровенного искреннего и любой не даст ну как бы до смиряется да дурачок да дурачок и как бы никаких зацепок нету понимаете в этом и манипуляцию состоит что нет зацепок не за что зацепить человека да ну в общем по невербалике все теперь давайте пробежимся по их не натальным картам а космограммам вот перед вами моргенштерн собственной персоной и здесь что мы видим подолеи у него стеллиум планет это целых четыре планеты солнышко а меркурий уран и нептун то есть это человек урана это человек для которого свобода превыше всего и он во всех интервью вот это красной нитью проходит что он гипер вот свободолюбивый да и вот это вот для него все а что касается его отношений да вот сексуальных дата ему очень важно чтобы все было вот прям в рыбах до в рыбах марс это значит что надо все чтобы было скрыто чтоб никто не видел да и мутить вот это вот хитрость покровитель нептун это как раз вот получается ну в рыбах у нас еще юпитер находится получается что перед нами человек довольно мутный вот вот одним словом если сказать про рыб это значит мутный вот проявляет он себя в сексе и в социуме как довольно закрытый или нет не закрытый это как раз вот он открытый но при этом ты фиг догадаешься что на самом деле он думает вот это вот про рыб а дальше значит узел у него в деве а и значит что а получается это северный узел а южный узел то с какими задатками он пришел с каким опытом он пришел получается опять в рыбе то есть задатками мутного он пришел для того чтобы разгребать и делать все очень стабильным по полочкам раскладывать дева она любит порядок то есть он пришел наводить порядок в собственной жизни и вот и он нам пытается продемонстрировать что повзрослел ну скажем так не верю но вижу что нет в некоторых моментах пытается да поэтому возможно что свое свое предназначение он исполнит единственное что к предназначению идет только красный аспект я не знаю вот жаль что мы не знаем времени рождения если вот без времени как-то по домам вот хотелось бы это все еще увидеть это было бы вообще очень интересно а значит луна в скорпионе мутный психологичный неуловимый джо так вот она луна в скорпионе а потом венера в козероге хочет строгости хочет не хочет строгость у него вот как бы вот жизнь его ставит в строгие рамки с проявления свое хоть своего хочу и ну вот получается от венеры вот эти хочу у него и хорошие плохие но в общем не будем сейчас очень глубоко в это все внедряться а теперь давайте на деляру посмотрим или делару извините если я не очень правильно произношу имя венера и меркурий у нее в рыбах тоже как и у него получается тоже довольно мутная девочка и а у него здесь марс у нее здесь венера то есть в этом смысле они друг другу подходят просто великолепно ну вот прям сексе то что надо а дальше ну вообще вот и им нравится вот то то сочетание для секса которая у них есть да можно сказать луна козерог а у него то у нее там венера вот смотрите а у него венера в козероге у нее луна это личные планеты которые луна это эмоции венера это чувство стиля красоты то чего я хочу ну то есть это очень личные такие вещи и они у обоих находятся в козероге то есть они друг друга понимают они довольно зажаты в этих вещах и поэтому они так можно сказать а друг друга прекрасно понимают предназначение у него во льве совершенно другое и по синастрии теперь давайте посмотрим что у них хорошего сначала что плохого но для начала вот я вам обещала почему почему получилось так что именно делару в этой паре любят а ну как бы она позволяет себя любить а потому что на черную венеру делары а это как раз кармический долг по прошлым жизням в прошлых жизнях они встретились и он остался ей должен по двум планетам луна и так что луна и юпитер получается что его социум и его эмоции но луна под вопросом всегда под вопросом когда нет времени потому что луна за сутки меняет 14 градусов и вот она может в течение суток 7 градусов сюда 7 сюда и соответственно вот этого секстиля не будет она как бы здесь 50 процентов вероятности того что луна все-таки в секстиле до этой лилит и соответственно что эмоционально он ей должен и по социуму он ей должен понимаете вот сразу по двум планетам она можно сказать его взяла за жабры да за фаберже и что еще у них это получается 2 и ее солнце его уран вот это вот еще секстиль то есть они друг друга зажигают вот ее солнце и его уран его оригинальность да вот это вот они друг друга просто подпитывают да вот прям такие энергичные непредсказуемые вот это все у них ну творческий такой процесс это это классно да это то что их держала вместе а теперь что их поссорила на самом деле это вот эти оппозиции 1 оппозиции ее меркурий его узел вот пожалуйста вот это получается как это ее интеллект и получая ее интеллект ее слово а осуждает его предназначение то есть здесь получается либо мне это нравится да либо мне это вот получается заходит и это интеллектуально для меня да и я это признаю либо а ты делаешь все не так ну то есть вот этот оппозиции сложнее всего прорабатывать и соответственно тут вот такая вот история и с другой стороны ее узел на его нептун а здесь уже его уход от реальности обманы мешают ее предназначению и получается они друг друга оба тормозят по предназначению понимаете вот по северному узлу вот оба северные узлы стоят в оппозиции к планетам партнера причем планетам с так с ее стороны личная планета интеллектуальная планета да с его стороны это высокая планета как бы она его не сильно как бы беспокоит но ее это беспокоит потому что нептун это когда ты вообще не не знаешь что он тебе сказал правда это неправда вообще вот это уход от реальности полный это вранье опять таки и получается что видимо какое-то вранье и вот вот пожалуйста из-за чего они разошлись теперь давайте посмотрим на лизу конечно у лизы это космограмма сложнее больше оппозиций вы видите да и самая неприятная оппозиция ну вот у нее оппозиция меркурий нептун сама обман оппозиция юпитер луна эмоции под гнетом социум раздражает но самая главная позиция вот это вот венера плутон а это говорит о том что она сама разрушает то что любит венера это то что мы хотим видеть это то что считаем хорошим что мы любим да а плутон это воинствующая планета ей надо как раз очиститься ей надо отдать все это самоотдача это вот знаете вот как данка который нес факел да за счет своей жизни получается спасал людей вот это вот про эти истории про самоотдачу до плутон он когда вмешивается он легко все раздает разбрасывает связывается во все эти самые и здесь получается что она сама себе вот вот так у нее кармически да она сама себе разрушает отношения вот вот своими какими-то выходками и эту выходку мы кстати вы увидели да то есть ну даже ему неловко стало и самое такое вот интересное что ей нужен партнер на несколько лет старше или на несколько лет моложе ее потому что плутон должен выйти из этой оппозиции со всеми ровесниками ее венера а плутон долго стоит на одном месте понимаете это медленная планета и ее венера будет в оппозиции к любому мужчине с которым она будет встречаться вот она эта оппозиция понимаете вот они плутоны вместе да и вот оппозиция как раз уже ее венеры к его плутону то есть вот как бы здесь два плутона уже работают против того чтобы у них что-то сложилось да то есть вот эти вот все выходки плутона они вот все против отношений против любви с ее стороны на значит смотрите узел у обоих в 9 вот казалось бы вот узлы у них до в одном месте по узлам хотя бы должно быть хорошо но нет же все равно не хорошо потому что его нет здесь не солнце а его так где у меня оппозиции его юпитер и ее узел стоят в оппозиции его успех в социуме в конфликте с ее предназначением то есть как бы предназначение похоже да наводить порядок в собственной жизни и все такое по деве да но получается что его социум не принимает такую партнершу которая будет его учить порядку в жизни понимаете вот она ему не подходит вот и вот этот вот эта оппозиция хотя в принципе хорошие у них тоже есть вот вот это два узла в деве а его луна и ее узел рядышко так а еще и луна здесь в деве ее ее луна тоже в деве то есть она эмоции получается что как бы он ей помогает эмоционально с предназначением а подождите нет это его вот вот его луна я думаю что я написала его луна на эту смотрю его луна помогает есть с предназначением получается он эмоционально поддерживает ее когда она продвигается в предназначении но его социум его окружении и ее не поддерживают вот так вот он сам как бы ее готов поддерживать но социум она как бы не не получается она чуть другая да она неплохая она она просто другая ей другой формат отношений ей партнер другой нужен вот и все поэтому вот такая история но тем не менее он искренне пытается хотя луна тоже под вопросом да вы знаете что времени нету и если она сместилась сюда или сюда на 7 градусов то как бы это не считается но вот он вот поэтому сейчас вот то что мы видим он как бы пытается да он хочет ей помочь он изо всех сил это старается делать а так и что еще ее венера и его лилит и вот она в чем дело почему здесь как царевна да на на троне находится маргенштерн потому что теперь на его лилит подсажена венера партнерши личная планета и соответственно а здесь уже конечно ну вот честно говоря вот такие отношения довольно сложные потому что она в любом случае ей будет сложно выйти из этих отношений в то время как ему будет довольно легко потому что вот в основном все проблемы которые у них это вот как раз от ее как бы вот ее натальной карты больше идет да и как бы и и в любом случае их связь я вижу что меньше там зацепок и меньше вот перспектив чем с деларой например но должна сказать что вот все они ему еще до конца не подходят будем ждать еще кого-нибудь потому что но этому человеку нужна дома поинтереснее поэтому ну не то нет я не хочу сказать что они не они девочки классные все но они просто другого склада понимаете им нужны другие партнеры ну хотя в принципе с делара я еще бы оставила дверь открытой потому что там там много всего там много там прям так интересненько да поэтому посмотрим интересно за этим наблюдать я думаю вам тоже интересно если вы кстати хотите в себе разобраться со своим партнером два варианта либо ко мне на консультацию ссылочка под видео либо на обучение по астрологии я запустила новый курс там сколько 11 по моему занятий все вместе три с чем-то часа вы можете за один вечер это все освоить там функционал программы там практические занятия там теория ну как бы не гружу там все оформлено в табличке все максимально комфортно чтобы вы начали заниматься астрологией да а дальше я думаю что вы увлечетесь и будете сами искать информацию вот эти все сочетания планеты то это так интересно вы знаете это потрясающе я просто знаете вот каждую свободную минутку смотрю лекции читаю то есть вот это это всегда вот астрология это знаете бездонная бочка с информацией если вам это интересно пожалуйста присоединяйтесь значит этот курс 990 рублей поэтому я уверена что вот я постаралась сделать так чтобы это было достойно понятно вернее доступно доступно понятно чтобы никакой подготовки для этого не требовалось чтобы вот как бы начали вот с этим курсом внедряться в астрологию и дальше будет вам счастье это безумно интересно вот поверьте мне надо в общем на этом я буду закругляться надеюсь вам понравился этот разбор а я люблю вас всех очень сильно до новых встреч пока пока и не забывайте поставить лайк этому видео я очень старалась для вас